Битва был их легенд Прайда. Старший брат чемпиона РЕН-ТВ против синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Как сложится предновогодний бой антиквариата? Давайте обсудим. Вдруг это кому-то интересно. Благодарим за помощь в подготовке этого выпуска компанию Марафон. Всем привет! Вы смотрите канал Боевые Ботаники и это прогноз на бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном. Который состоится 29 декабря в Японии рано утром по московскому времени в рамках совместного турнира промоушенов Беллатар и Ризан. И наш эксперт сегодня Янис Каханко, тоже синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, как и Квинтон Рэмпэйдж Джексон. И с недавних пор Янис переехал на свой канал со своим гребаным ММА, поэтому кому интересно, переходите по ссылке в описании. Фаворитом этого боя аналитики и букмекерской конторы Марафон считают Федора Емельяненко. И Янис, у меня тебе первый вопрос, как интеллигентного человека к интеллигентному человеку с Хирали. С Хирали Емельяненко фаворит. За Новый год. Я думаю, что это, конечно же, ожидание. Как ты правильно сказал, что букмекерский коэффициент это не оценки вероятности тех или иных исходов, а оценки ожиданий зрителей. Вот. Я думаю, что здесь такая фигня. Квинтон давно не дрался, Емельяненко побеждал. Ну же, достанавливай все! Победа! Кого-то за последние два года... Даже, Емельяненко не дрался год, а Квинтон еще дольше не дрался? Еще дольше не дрался, да. Последние два боя он проиграл. До этого у него были не очень убедительные победы. Причем у них одинаковые примерно соперники. Я смотрю, там, Бейдер, Сонан, Мальдонадо примерно в одном и том же котле варятся. Ну, конечно. Я даже сказал, одно дело делают. Я думаю, тут надо посмотреть. Вот главный критерий – это кто как состарился из них, да? Если Емельяненко от своего вот предыдущего технического арсенала, вообще того, чем он выигрывал, что-то оставил, то у Рампейджа осталось достаточно мало. То, как выступал Рампейдж раньше и то, что он делает сейчас, это, ну, достаточно слабо похожие вещи. Ну, в этом причина того, что от него ничего уже не ждут толком. Я так понимаю, что этот бой очень интересен японцам, потому что они фанаты Прайда, они обожали Емельяненко, да и Джексон, я так понимаю, у них тоже в почете. Мне кажется, очень ностальгическая такая штука, да, потому что это Рампейдж, ну, который блистал в Прайде. И, ну, все же ведь хотели увидеть бой Рампейджа и Емельяненко тогда. Ну, не дрались они по достаточно тривиальной причине, потому что они в разных весах. Рампейдж тогда выступал во втором среднем, который, ну, по нынешним там меркам и все было бы полутяжелым. Вот, ну, как бы тогда они подрались, вот подерутся сейчас, но это уже, конечно, бой призраков, да. А Рампейдж, я так понимаю, настолько разжарел, что поднялся уже в категорию Емельяненко, в котором он никогда не выступал. Или вот последние бои были у него тоже в тяжелом? Нет, последние тоже были, он поднялся не сейчас, а вот там в свою. Ну, у него вообще, можно сказать, четыре этапа карьеры, ну, такие. Четыре этапа карьеры полноценные такие. Первый стандартный этап для любого чувака, кто, ну, хочет на высоком уровне выступать, это говнопромоушены. Рекорд 10-1, победы. Вот, второй этап, это, собственно, Прайд. В Прайде он не побил топов, добрался до самого топа. Как не побил топов? Ну, так вот, он проиграл Хуа, он два раза проиграл Ван дер Лею, Маурисио Хуа, Руа, вот. Два раза он проиграл Ван дер Лею, это были титульные поединки, и, как бы, собственно, из Прайда он свалил в более слабый промоушен UFC. Потом у него была, можно сказать, полноценная карьера в UFC, где он стал чемпионом, и вот сейчас его, ну, закат, вот этот пенсионерский пансионат в виде белого тарана. То есть, я хочу уточнить, я правильно понимаю, что Квинтон Джексон, на твой взгляд, в Прайде добился меньшего, чем Емельяненко? В смысле, на мой взгляд, он там ничего не добился. Он был легендой, потому что у него был крайне зрелищный стиль. Он слэмил людей, разбивал их просто об пол, ну, чувак очень мощный. То он нокаутировал, он всегда сносил мощь, он, ну, он рэмпейдж, но он не стал чемпионом Прайда, не смог, но тогда там такая конкуренция была, как бы, Прайд в то время был намного круче, чем UFC. Я посмотрел некие нарезки его боев, у меня к тебе вопрос, вот, как к серьезному аналитику. За всю карьеру рэмпейджа он когда-нибудь кого-нибудь ударил ногой? Конечно, да. То есть, он бьет ногами. По-моему, это бокс и слэмы, и все. Бокс, слэмы, это граунд энд паунд, ну, нет, ну, он мало бьет ногами, да, безусловно, но он бил сокер-кики в Прайде, ну, типа, ты не можешь не бить сокер-кики. Не-не-не, лежачих ногами я видел, как он бил, да, я имею в виду, ну, вот, в стойке, там, какой-нибудь миддл кик или, может, тип, не дай бог. Он использует ноги, согласен, но зато очень активно использует колени, его колени, это разрушительная херня, он практически нокаутировал коленом Михаила Илюхина. А Михаила Илюхина не так-то просто вырубить. Да, это жесткий мужичар, и у меня есть чуть более детальный разбор карьеры Квинтона Джексона на канале, ссылка в описании, и там есть небольшой такой акцент на бой именно Илюхина против рэмпейджа, потому что крутой, красивый бой, и Квинтон Джексон победил его крайне нестандартным способом, это сдача от ударов по корпусу. Накидал ему много коленей, в том числе пару пришло в корпус, в печень, и Илюхин сдался. Ну, вот это рэмпейдж, как бы вот за это его любят, он просто уничтожал в прайде, но... Я так понимаю, в партере они бороться оба не умеют, потому что рэмпейдж это всего лишь синий пояс по БЖЖ, то есть он борется примерно как ты, ну, а Емельяненко самбист, ну, самбисты в партере, это смешно, как мы все знаем. То есть бой пройдет в стойке. Арсенал Емельяненко конкретно в партере достаточно слабый для нынешнего ММА, Джексон точно с ним бороться не будет, потому что, ну, как бы он не захочет тратить силы, да и не очень он это умеет делать. Максимум, что он может делать в партере, это, ну, даже не в партере, вообще в борьбе, он будет держать Емельяненко у сетки, чтобы тот его не выматывал, чтобы выматывался сам, может быть, подержит в партере, но, конечно, к таковой борьбе, где они будут иметь какие-то амбиции оба, нет, такого не будет. Кроме японцев этот бой кому-то интересен? Русским. Да, по большому счету всему сообществу. Если ты русский, ты болеешь за Хабиба. Согласен, но за Емельяненко можно, пока Аллах не видит. Одному 41-го, второму 43-го, на мой взгляд, такой, не пустя этого слова, ретро-прайд-парад должен проходить где-то в промоушене у Сардарова. Не, ну, у Сардарова там тоже есть ретро-парады, но ретро-прайд-парад, вот такого уровня, он, конечно, интересен все-таки, ну, если обобщать, то всему мировому сообществу. Ну, это имена, именища, ну, Емельяненко против Рэмпейджа, это будут смотреть в Америке, во всем мире. Ну, а вот последние бои Емельяненко, которых он либо выиграл, либо проиграл, но это все равно, ну, все равно была какая-то эмоция, смесь такого стыда и облегчения, либо то, либо другое. Ну, в этот раз пронесло, или, блин, ну, зачем? Ну, то есть, какие здесь могут быть новые эмоции? Ну, улетит или не улетит в нокаут Емельяненко, все, тут нет интриги, как бы, по большому счету, другой. На мой взгляд, здесь интриги нет никакой, потому что, однозначно, Меляненко победит, потому что, как известно, у него сейчас контракт с Беллотером на три последних боя, по нашей, и не только нашей инсайдерской информации, вот этот один бой пройдет в Японии, второй бой пройдет в Штатах, там, возможно, в Нью-Йорке, третий бой пройдет в России. Вот, и негоже такое турне начинает с поражения, а РМП ему все по барабану, конечно же, он ляжет и Емельяненко победит. Я не понимаю, что здесь вообще обсуждать, кто здесь видит интригу? Ты? То есть, верю ли я в теорию, мы должны, да, все-таки обсудить этот момент, наверное, теория заговора. Они даже не договариваются, они просто играют ничью. Так практически всегда случается. Нет, ну... Никто другого не договаривается, никто не знал, что деньги судье, потому что, ну, всем нужно так, и все. Ты говоришь про некое, ну, обуславливание какой-то логикой. Обусловлено ли будет логикой то, о чем ты говоришь, да, но заговор, тем не менее, все равно нужен. Кто-то должен договориться, потому что Рэмпэйдж ляжет, это, ну, не как в футболе. Это не значит же, что он в какой-то момент, да нахера мне-то надо Фиде Бей, но это же не так будет происходить. Ну, смотри, Рэмпэйдж сейчас в сегодняшнем своем состоянии однозначно уступает Емельяненко по всем статьям, на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. Во-вторых, во-вторых, если бы ему нужно было некое преодоление, чтобы что-то совершить, тогда, возможно, была бы интрига. Но здесь ему это не нужно, и все нужно Емельяненко. На мой взгляд, в таких ситуациях, в таких ситуациях чудес не бывает. Одно было такое чудо в боксе, когда в первом бою проиграл Руис, но и во втором случае Джошуа его деклассировал. Сейчас многие любители бокса возмутятся, как он его деклассировал, но, в принципе, я думаю, любители бокса не досматривают о десятой минуты прогноз на ММА, поэтому никто не возмутится. Не думаю, что Рэмпэйджу занесли, а если не занесли, то... Я не сказал, что кто-то занес. Да, я и говорю, не думаю, что занесли, а если не занесли, то, в общем, не понимаю. То есть, грубо говоря, смотри, у тебя есть гонорар за бой, вот тебе говорят, ты получаешь там 10 единиц за проигрыш и там 30 единиц за победу. Он такой смотрит, окей, 10 единиц, да нет, ну какие 30, 30 нет, это нереально. Вот, он свои 10 уже мысленно потратил. Ну, если бы это был не Рэмпэйдж. Конечно, мне бы хотелось, чтобы было все не так, потому что, на мой взгляд, единоросс должен лежать на конвасе. Очень похожий бой, на мой взгляд, вот по моей теории, был бой Марк Хант и Алексей Олейник в Москве. Хант был готов проиграть, и он проиграл, и он не расстроился ни разу. Хант приехал изначально на убой, на добровольный убой. И здесь, мне кажется, Рэмпэйдж, ну как, ну все для того, ну это проклянут и Ризан, и Беллотер, японцы, если им под Новый год вот так вот испортное настроение. Ну как ты представляешь себя, ну вот представь себя на месте Рэмпэйджа, ну то есть даже, особенно, эта теория, по-моему, совсем слабая, если мы учитываем то, что... Потому что вся Япония будет ему благодарна, если он проиграет, они скажут, Куинтон Сан, спасибо, что ты не испортил нам Новый год. То есть, по-твоему, действительно топовый, огромный, не грила, да, выходит такой... Я осуждаю российские высказывания. На канатах вот так вот повиснув, думает перед боем, рассудительно. Японцы же будут благодарны, все же ждут этого. Ты помнишь, как темнокожий спортсмен дрался с Артемом Тарасовым? Ссылка на разбор карьеры Артема Тарасова в описании этого видео. Артем Тарасов не может... Вот этот парень темнокожий, ты считаешь, что он правда выходил насмерть рубиться с Артемом Тарасовым? Нет, он вышел получить свой гонорар. Ему даже никто не говорил, проиграй. Никто не говорил. Артем вышел, честно, сделал свою работу. Но этот парень выходил изначально просто получить деньги. Артем Тарасов... Никто с ним не договорился, это не договорный убой. То же самое будет с Рэмпэйджем. Артем Тарасов не в состоянии лишить тебя значимой части здоровья одним, двумя и даже пяти ударами. А Федор Емельяненко может лишить тебя значимой части здоровья одним ударом, понимаешь? По-моему, вот этого уже достаточно, чтобы позиция о том, что Рэмпэйдж точно не будет падать, не будет подставы с его стороны, чтобы это, по крайней мере, было логично обосновано. Чек просто выходит, окей, ну, наверное, блин, задача минимум продержаться, продержаться три минуты в первом раунде, окей. Задача, ой, ой, что-то вырубили. Ну, ладно, и ты падаешь такой довольный, потому что у тебя звякают денежки в голове, и ты понимаешь, что задача минимум выполнена, и все, и семья довольна, и зал говорит тебе спасибо. Но, возможно, ты падаешь с очень серьезной черепно-мозговой травмой, которая привяжет тебя, например, к коляске, там, на несколько лет, или на всю жизнь, или еще что-нибудь такое. А может быть, будет какая-нибудь грязь, кому-нибудь попадет в пах, или в глаз, выбегут доктора, все будут долго решать, проложать или нет, потом кто-нибудь снимется, и все. Два человека, которые очень друг к другу относятся, и вообще к своим соперникам уважительно. Два вот ветерана из заслуженных имени, ну, грязи, намеренно не будет. А, ну, это, ну, может быть. Из тех, тех историй, мне непонятно, но, а какая травма от удара в пах? Спаси Харитонова. Ну, тебя били в пах? Нет, реально, это очень больно, да. Это, 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 это возможно... В детстве меня ударили в пах. Травматическое воспаление, да. Мы играли на детской площадке в инспектора Лосева. Кто смотрел фильм про инспектора Лосева, напишите в комментах, есть ли здесь такие бумеры. И мне какой-то маленький, мерзкий мальчик ударил ногой в пах. Что самое интересное, это потом маленький мальчик, ну, он был младше лет на пять, он потом мне воткнул в живот пирочный ножик. Что, блять? Да, у меня, я пришел домой с на живой раной. Ну, как бы, я боялся столько столбняка, она была неглубокая, но у нас вот суровое детство ленинградское. Неплохо, да. А я ходил в бассейн в Абакане. Я не, я, откуда эти истории все вообще, я не представляю, реально. Ну, типа, мы там разговаривали про самооборону, а... Потому что твое детство уже прошло в прекрасной свободной России. Прекрасной в 2000. А у меня в загнивающем совке. Что еще интересно, а Емельяненко, если побеждает и побеждает на последнее время нокаутом в первом раунде, как прочим, и проигрывает. А вот Рэмпеджа, когда кто-то вырубил Рэмпеджа, помнишь ли ты это? Ох, давно это было. Рэмпеджа очень трудно вырубить. Он может быть жирный, старый, медленный, бьет не так быстро, но по-прежнему сильно. Но вырубит ли его Емельяненко? Вопрос. Отличная аналитика, Евгений. Вот, что касается того, как сложится бой, мои соображения примерно таковы. Во-первых, если мы рассматриваем вероятность того, что бой продлится всю дистанцию или закончится досрочно, я, безусловно, считаю более вероятным досрочное завершение этого боя. Сто процентов. И если выбирать из этих двух... Подожди, тут, по-моему, вопрос вообще не стоит. Тут вопрос стоит, бой закончится в первый-третий первого раунда, во второй-третий или в третий-третий первого раунда. Вот, вот, то есть у меня логика здесь вообще железная, и все любители доебаться до прогнозов, идите к черту, потому что логика железная. Слушай, все мы согласны, что, скорее всего, этот бой не продлится всю дистанцию. Скорее всего, он закончится досрочно, скорее всего, в первом раунде. И если выбирать из этих двоих, кто из них ляжет в первом раунде, я, конечно же, ставлю на рампейджа, но выбираю Федора. Федор ляжет в первом раунде. Почему? Рампейджа трудно вырубить, действительно, он показал это своими последними боями. Сто процентов это факт. Второе. Удар тяжелый у него действительно остался. Третье. У Федора Емельяненко совершенно пропал держак. То есть Мальдонадо ему, как бы, последний держак, кажется, сбил. И в последних боях, где по нему попадали, ну, это был Мэтт Метрион, собственно, и Райан Бейдер. Федор прекрасно знает, что... Стоп-бол! Еще один удар! Неужели все кончено? Мы увидели, что Федор удар не держит. И в разменах, конечно же, рано или поздно рампейдж нокаутирует Федора. Вот что я думаю. Конечно, если не нокаутирует Федор, выиграет по очкам. У Федора, если говорить про плюсы Федора, то у него осталась до сих пор его выносливость, которая всегда была с ним. И в 43 года она у него есть. Он выдержал тяжелую рубку с Мальдонадо. У рампейджа этой выносливости нет. У Федора есть скорость рук. То есть, если не нокаут, то Федор перебьет. Федор перестреляет. Но я думаю, что, скорее всего, нокаут и, скорее всего, нокаут в исполнении рампейджа. Мой прогноз победы Емельяненко раз, но кэф маленький, поэтому просто на нее ставить я бы не хотел. Возможно, перед самым боем появится расширенная линия марафона. Пока мы видим только исход победы первой, победы второго. И второй мой прогноз. Бой не закончится в первом раунде. Да, да, да. То есть, тотал, должно быть, начнется. То есть, тотал начавшихся раундов больше полутора. Я даже допускаю, что будет полный бой. В первом не закончится. Они будут осторожничать. Потому что все знают, что, ну, блин, и японцы не позволят. Они хотят увидеть своих кумиров больше. Вот мой маленький комментарий. Полный бой или даже начавшийся второй раунд могут произойти вообще в этой вселенной. Только в случае, если бой будет полным говном, и они просто будут ходить друг напротив друга первый раунд. Потому что, как только начнутся размены, это два чувака, которые до сих пор могут вырубить любого и друг друга. Если будут размены в первом раунде, то это будет стопорный нокаут. Помнишь, такая логика была, как минимум, там, в парочке боев с участием господина Нгану. Где тоже казалось, блин, как только он размахнется, как только он прикоснется к кому-то, а-а-а, все, сразу начнется, он кого-то вырубит. И все, один бой вообще был, один из самых там скучных и трусливых боев UFC был признан на всю историю. Второй бой тоже продлился в полную дистанцию. То есть, все, даже самые там Рубакины нокаутеры вполне могут провести полный бой. Я говорю, то есть, либо бой будет полным говном, либо будут макают в первом раунде. Почему полным говном? Это будет такой тактически ориентированный бой, умный бой, умные бойцы. Среди кого? Среди вот этих двух людей? Интеллектуалов. Нет, да в смысле, я не про, я про технику. Это два человека, которые... Они будут раздергивать друг друга? Нет. А, фельтить? Не те люди, нет. Это, вот, знаешь, какой-нибудь бой Барбозы против Майкла Джонсона. Вот это был бы очень крутой, красивый бой по ударке, где вот реально была бы техника, тактика и вот это все. Это два Рубаки, которые, ну, техника Федора Емельяненко. Он не бьет джеба, он не бьет вообще ничего, кроме боковых, чтобы снести голову своему оппоненту. Вот что делает Емельяненко. Даже Фрэнк Мир практически заполз в второй раунд. Чуть-чуть ему не хватило. Ну, не хватило, да. А Рэмпэйджу хватит? Рэмпэйджу хватит, но Рэмпэйдж скорее вырубит сам. Мир не бьет так, как Рэмпэйдж все-таки. А Рэмпэйдж вырубит Емельяненко, если будут размены. Но если разменов не будет, это будет очень унылое зрелище. Ну, потому что у обоих ударная техника, ну, такая, ну, вырубательная, вырубательная. Не очконабирательная. А когда два вырубателя решают поиграть в очконабирание, начинается вот эта херня. Вот хождение друг напротив друга и выбрасывание джеба раз в 15 секунд. Но это не будет интересно вообще. Победа Емельяненко во втором раунде. Мой прогноз. Каким способом? Я бы, конечно, хотел посмотреть фирменный слэм, как Федор прямо заходит головой своей православной туда вот в пол и все. Не хотелось бы, конечно, чтобы он сломал шею, никаких увечий, ни в коем случае. Но хочу зрелищной победы Рэмпэйджи, но, к сожалению, он проиграет. Ну, короче, позиции наши вы услышали. Напишите в комментах, что думаете, какая позиция вам ближе. Друзья, как считаете вы? Вы искренне наивно заблуждаетесь, как Янис, либо все мудро понимаете, как я? Напишите в комментариях. А исход этого боя, как он закончится досрочно или решением, и кто победит, пожалуйста, проголосуйте его здесь в вопросе. Все, подписывайтесь на канал Яниса, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал Боевые Ботаники. В четверг свежий выпуск Дищи. Ставьте лайки этому выпуску и обязательно, пожалуйста, включайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С наступающим Новым Годом. Пока. Я буду рассуждать о нем так, как будто я следил за ним всю жизнь. Но, если честно, я узнал о нем вчера. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме.